Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет Свежая Майса. Это история об одном очень богатом еврее, который перестал получать радость от своей жизни. У него был роскошный дворец, множество деликатесов, он объедел весь мир. Ему просто все надоело. Человек говорит, я все видел, мне уже не интересно, я не радуюсь никаким вещам. Мы не говорим про обычные вещи, мы говорим про что-то там, знаете, какое-то невероятное богатство. И человек даже этим уже не радовался. И ему дали совет. Пойди дай деньги бедным, дай дздоку евреям. Он отправился на базар и видит, вот там сидит нищий еврей в грязной одежде. Он к нему подходит, говорит, слушай, я хочу дать деньги человеку, который полностью уже не видит смысла в жизни, который полностью опечален. Я вижу, у тебя такая ситуация. Можно я дам тебе деньги? Он говорит, никогда не возьму деньги, есть Всевышний. Вы что, люди мертвые уже, у них выхода нет. Как вы можете такое говорить? Нет, конечно же нет. Деньги я не возьму. Вот. И он тогда решил закопать деньги на кладбище, потому что там точно у людей уже абсолютно ничего нет и не будет. И это люди, которые в жизни уже ничего не сделают и выхода у них нет. Он закопал деньги и ушел. Вот. После этого у него были большие проблемы в бизнесе, в его работе. Он обеднел, он обанкротился, он продал все, что у него было. То есть дом, различные драгоценности, даже те деликатесы. И он вспомнил, что есть деньги, которые находятся на кладбище, отправился, захотел достать то, что было. И его схватили страшники и повели к управляющему городу. Вот. И там был судья. И судья начал его выслушивать, он говорит, я закопал деньги, я хотел, это мои деньги. Я хотел дать нищему, который не видит, больше ничего не увидит, который полностью опечалился в жизни. И судья говорит, а я вас помню, я вас помню, вы хотели дать мне денег, я не принял. Я сказал, что я еще живой, спасибо за это Ашему. И я оправдал его, и говорит, за тот ваш добрый поступок, который вы хотели сделать в мою сторону. Я хочу вас пригласить в мой дом. А его, после того, как умер старый судья, назначили новым, новым человеком в этом суде. Потому что он был из знатных родов, просто он очень сильно обеднел, когда умерли его родственники, и попал в неприятность. И он позвал этого богача с собой, и говорит, живите у меня дома, кушайте, пейте. Всевышний, видимо, сделал так нашу встречу, чтобы я вам помог, потому что вы хотели помочь мне. Поэтому, добро за добром, верим Всевышнего, ежесекундная вера. Все будет баруха шем, браха ва цлаха, шаббат шалом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!